привет зрители и подписчики моего канала я так соскучилась по молочку и сметанке что купила в деревне коровье молоко снимаю сливочки будут делать сметану и йогурт вы знаете что у меня есть козы но они сейчас дают мало молока и все что дают у меня выпивают козлята ребята это видео будет интересно только тем кто начинает заниматься переработкой молочки его может быть городским жителям но не бывалом который занимается этим постоянно ничего нового вы здесь не увидите и не узнаете поэтому можете не тратить свое драгоценное время и не смотреть это видео сняла часть сливок чтобы йогурт был жирный не стала снимать все до конца сейчас размешаю молочко и будем делать йогурт поставила кипятится молочко когда она закипит я еще несколько минут буду его кипятить чтоб испарилась ненужная влага закваска в моем случае йогурт должна быть комнатной температуры поэтому я достала ее заранее вымола чернослив сейчас его порежу и буду добавлять некоторые стаканчики с йогуртом порезала совсем немножко брусочками добавлять буду не во все стаканчики как я уже сказала кто-то любит его кто-то не любит молочко скипятилась теперь оставляю его остывать примерно до 40 градусов молочко остыло до температуры 40 градусов добавляем активию добавлю я пару ложечек думаю достаточно будет на такое количество молока теперь тщательно все перемешаем разливаем по стаканчикам то у меня специальные стаканчики от йогуртницы стаканчики я поставила в йогуртницу эту йогуртницу я покупала бэушную совсем за недорого что-то в районе 1000 рублей очень полезная штука скажу я вам накрыла крышкой крышка прозрачная что тоже очень удобно чтобы контролировать процесс выставила на 6 часов температуру через 6 часов посмотрю что у нас получилось или не получилось если недостаточно будет времени добавлю еще пару часиков еще я хочу сделать топленое молочко наша семья его очень любит готовится она очень просто но не быстро налила я жаропрочную посуду молоко и сейчас поставлю все это дело в духовку молочко можно было вскипятить а потом поставить духовку но я не стала заморачиваться марать посуду лишнюю и поставила сразу в духовку сначала на большой огонь когда она уже хорошо подогреется я поставлю минимум и буду томить ну наверное часа 4 минимум это будет зависеть от цвета который я захочу чтобы у меня был чем дольше она будет стоять тем более насыщенней будет цвет моё молочко томилась в духовке около четырех часов вот такая корочка на нем появилась она кстати очень вкусная но сейчас когда молоко остынет я ее уберу и буду процеживать молочко моё топленое молочко немножко остыло я убрала пеночку поставила ситечко и теперь буду его процеживать прошло шесть часов йогуртница пропищала посмотрим получилось или нет как по мне еще жидковато это может быть только питьевой йогурт хотелось бы погуще поэтому поставлю еще на пару часов прошел еще часик и решила что достаточно вот такой йогурт получился если бы я еще продержала час он был бы гуще но уже поздно и нужно ложиться спать вот в этом стаканчике у нас чернослив в других стаканчиках нету чернослива это пеночка кто-то ее очень любит она вкусная кто-то и не ест на любителя и вот такое топленое молочко у нас получилось всем пока пока всего доброго